На этих кадрах виртуальная экскурсия по крепости Самара, созданная на основе немногочисленных сохранившихся документов. Это работа юных программистов. На занятиях в детском технопарке «Кванториум 63» они дают волю своим самым смелым фантазиям, создают проекты виртуальной реальности под присмотром профессионалов. Педагог Елена Тяпкина на Хакатон приехала вместе со своими учениками из Волжского района. Новое оборудование в школах и центрах дополнительного образования появилось благодаря национальному проекту образования. Федеральная поддержка позволила открыть 45 центров. Точка роста в прошлом году. За счет средств областного бюджета оснащены 19 мини-технопарков, объединенные в одну сетевую структуру. Самая главная идея Хакатона не в том, чтобы решить какие-то олимпиадные задачи, а в том, чтобы создать какой-то реальный продукт, который можно будет использовать в рамках и уроков, и в рамках неурочной деятельности. Александр Андреев в свои 15 уже создал два десятка программ. Программирование – это удобно, уверен юный гений. Если тебе что-то нужно, то это можешь сделать сам. Ну, хотя бы, например, формулу по математике одну и ту же. Чтобы не использовать 50 раз, можно сделать что-то. Один из самых свежих проектов, которым сейчас занимаются воспитанники центра – виртуальный квест. Но это самый первый уровень нашей головоломки для обучения, во-первых, перемещения в игре и взаимодействия с объектом. На Хакатоне юные программисты со всей области неделю будут работать над созданием проектов с нуля. До 2022 года в Самарской области будут закуплены два мобильных детских технопарка, созданы два кованториума, два IT-клуба, 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Мария Левна, Григорий Плешаков. События.